Перед тем, как вы высказать обоснование жалоба, задать несколько вопросов, как сутки лучше здесь съедать, для вырубки более верной и политической позиции. Никита Андреевич, скажите, пожалуйста, а вы вносили постановление о полном отказе для проекта Капатаста в 23-ю сентября, которое сейчас мы обжалуем? Существует, пожалуйста, вопросы отмечать, вы что-то пояснение найдите. Пожалуйста. Не встали? Вносили постановление. Кто являлся заявителем, то есть, с чего Капатаста был рассматривающим? Ну, то есть, вы отказали на 23-ю ноября, а кто Капатаста был предварительным отчетом? Назад, здесь. Полихина, Сергей Георгиевич. Как мог? Вы точно отказали? Да, здесь. Ваш чай дальше. Вам передать Капатаста? Да, да. Ну, пик, просто, я думаю, это понятно. То есть, кто являлся просительным поддавцом, чьи права нарушены? Ну, то есть, чьи права нарушены, кто являлся права нарушены? Продолжение следует... 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 что никакое уведомление. Во время судебного заседания, на котором я участвовал как защитник Курихина Сергея Георгиевича, на котором я потом участвовал как слушатель, по другому материалу, который в тот же день был. Я в первом материале, где я был профессиональным лицом, в втором я был просто лишь наблюдателем, и это не запрещено. Я слышал, и в протоколе этого данного жилого, что следователь прямо, четко сказал, что он не уведомлял Курихина Сергея Георгиевича в другом материале, Гончарова-Мария Юрьевна, не уведомляла при этом на решение 23 ноября. Он это прямо и четко сказал. Я задавал вопросы, в другом процессе мой коллега защитник Бадиков задавал аналогичные вопросы, следователь несколько раз четко сказал, что он не уведомил, он уведомил адвоката. Действительно, следователь не о каком, а даже о возможности того, что он уведомил, что Сергей Георгиевич направил письмо куда-то там на место его регистрации, это даже не предполагалось, что это могло быть. На вопрос прокурора то же самое, мы потом внимательно прочитаем протокол того декабрьского судебного седания, прокурор задал вопрос, пытаясь помочь следователю, и на этот вопрос также следователь еще раз утверждал, что он ничего не оправдал, он сообщил только адвокатам. И по основанию своей позиции предположил, что у адвоката есть обязанность уведомлять своего доверителя о всех письмах, хотя и такой обязанности практически нет, это личные наши взаимоотношения с доверителями, которые могут быть расторгнуты в любой день. Это только лишь предположение, хоть я в них почти уверен, что это письмо родилось после того, как произошло судебное седание, но ведь сами факты говорят о том, вот постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства. 23 мая. Следователь пишет, он принимает решение отказать от удовлетворения ходатайства адвоката Морозова и о принятом решении уведомить адвоката Морозова. Мы обращали внимание, что здесь полностью забыто, что конституционные права Курихина и деньги Курихина, деньги Морозова не принадлежат. Морозова уведомили, вот решение уведомить Морозова. Зачем же 24 ноября на следующий день Курихину отправлять информацию, в чем логика? Я прошу в вашу честь отказать судебное седание и обязать следователя представить в суд материалы, подтверждающие направление данных письма Курихину Сергею Георгиевичу 24 ноября. Прошу представить книгу исходящих и исходящих, согласно инструкции имеющейся, инструкции МВД РФ и также инструкции, которая принята в ГСУ, ГСУ Пациентской области МВД. Имеется книга входящих и исходящих. И это письмо должно быть зарегистрировано под этим номером, которое указано в письме. Номер 24 ноября 6605. Прошу следователя представить книгу исходящих и обозреть страницу за 24 ноября, для того, чтобы проверить, отправлялась ли Курихину Сергея Георгиевича информация. Плюс к этому я прошу следователя, прошу следователя распечатать посредством программы Word, в которой и была изготовлена данная информация, исходя из шрифта, я вижу, что используется Word, распечатать информацию со свойствами файла. Когда был создан данный файл? Не был ли он создан после 24 ноября? И третье, проверить почтовое отправление. ГСУ приобретала конверт и оплатила ли конверт и отправила. И 24 числа ГСУ письмо местной администрации Сергея Георгиевича. Обсуждается заявление о поддательстве, у прокурора Ваши позиции. Игорь Михайлович, разрешите вопрос следить. Игорь Михайлович, объясните, действительно сейчас адвокат обратил внимание, что в прошлом заседании вы пояснили, что не давали ответ, сейчас предоставляете утомить. С чем это связано? Что по этим поводу можете пояснить? При первом предоставлении материала в суд, в связи с этим то, что пролистнул своей невнимательности, не было как верно данных уведомлений. В связи с этим я подумал, что я его не уведомляю. Я точно не был уверен, направлял и нет. Приехав в служебный кабинет, пролистав уголовное дело, материал уголовного дела, было обнаружено данное уведомление. В связи с этим было откопировано, заверено и предоставлено на сегодняшнем предстоянии. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а почему вы в постановлении 23 ноября указали лицо, которого надо уведомить, только адвокат Мороз? Тут допущено тоже, я за сменю внимательности, было указано только, что вы уведомляете о принятном решении адвоката Морозова. Однако принятое решение было направлено как вам, так и вашим доведителям, Курикан Сергеевич Георгиевичу. Опять же, исходя из нового ходатайства, скажите, пожалуйста, а как у вас производится регистрация исходящей документации? В канцелярии. В канцелярии. Вы это письмо отдали кому? В канцелярии. В канцелярии что сделано? В канцелярии? В канцелярии. В канцелярии? Конечно. В канцелярии. А кто производил отправку? А, и дата создания файла, если помните, ну, дата создания файла, вот это письма, которое мы сейчас представим. Когда вы напечатали? Печатали, получается, 23 ноября и зарегистрировали в 24 ноября. Скажите, пожалуйста, оно вам сейчас на 23 ноября? 23. Почему на нем стоит дата 24 ноября? По канцериале, получается, потому что он уже успел, получается, рабочий день закончился, и 24 ноября закончится. Исходя из рассмотренного нового письма, рукой написано 24. Рукой кто написал 4 ноября? Сотрудник канцериалия. То есть изготовлено 23-го, а зарегистрировали 24? Да. Понятно. По прокурору расчистку? Нет, в автопоспетах просто существует 20, да. Ваша честь считаю, что на стороне этого утверждения 20 лет, следовательно, нам привести сейчас все достаточно подробно, почему так произошло и откуда-то появился туда. И что и основания выделяя с ней, что вы видите. Следователь, ваша позиция. Как ранее было сказано, Ваша честь, вы заявлены на ходатайство и было отказано, поскольку по сегодняшний день не предоставлены документы, утверждающие принадлежность денежных документов. Следствие пояснения, я слышу Ваше. Вы возражаете против истребования данной информации или не возражаете? Доводы были предоставлены. Я выражаю. Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Суд на месте постановил удовлетворительное адаптство обостревывание и сделаем удовлетворительное отследствие документов, подтверждающих факт оправления данного удовлетворительного адреса. Единственное, не в той редакции, как Вы оручили, но следует самостоятельно представить подтверждение собственным словам. У меня вопрос к следователю. Вы самостоятельно представите или запрос акциально отправите? Сам. Самостоятельно, да? Прошите. Разрешите. В рамках обсуждения мы уже обладательством. Так что технически мы, опять же, для экономии профессионального времени, я прошу следователя представить всю книгу, а не ксерокопию одного листа. Всю книгу. Но, опять же, всё понятно. Если она была завестена 24 ноября, то книга закончена 31 декабря. Это конец книги. Очень бы хотелось последние 5-6 листов. Мы не будем вторгаться в другую переписку. Мы только исследуем нашу переписку. Она должна быть записана 24 ноября, где-то там на предпоследних листах. Если исследователь принесёт один лишь лист, естественно, возникнет у меня особое сомнение. Оно будет и в конце дописано, и в самом низу книги, да, и ещё где-то. Вот хотелось бы увидеть всю книгу, последние её листы. Спасибо.